Однозначно всем привет, ребята. В сегодняшнем видео я буду оптимизировать работу видеокарты. Все, что вы увидите в этом видео, если вы будете повторять за мной, вы делаете все на свой страх и риск. Любые повреждения чего-либо – это ваша ответственность. Вы ее несете полностью сами. Ко мне никаких претензий не предъявлять. Я показываю, как я сделал. Хотите – повторяйте, хотите – нет. Хотите – делайте, хотите – нет. Это все на ваше усмотрение. Вся ответственность лежит полностью на вас. Итак, приступим. Оптимизация видеокарты Radeon с помощью драйверов. Открываем AMD Radeon. У меня установлен Adrenalin 2019, видеокарта RX 480. В 2020-м Adrenalin я для себя не вижу никакого новшества. Все, что там выпускается, к моей видеокарте не имеет никакого отношения. Открываем вкладку «Игры», «Общие настройки». Переходим во вкладку «Общие настройки ватман». И здесь мы, если проставим галочки… Сейчас я вам покажу. Ой, вот таким вот образом стоит по умолчанию. Мы здесь не видим никаких значений. Если мы поставим, то мы увидим наши значения. По умолчанию видеокарта использует вот такие вот значения в автоматическом режиме. Частота моего видеоядра 1305, питание 1 вольт 175 милливольт, частота видеопамяти 1750 и питание 975 милливольт. Давайте посмотрим при таких настройках, какой FPS покажет у нас тест 4Mark. Запускаем 4Mark и смотрим. Минимальное значение 69 FPS, среднее значение 69 FPS. Учтите, что 4Mark очень сильно нагружает видеокарту, и это значение может быть в играх гораздо выше, чем в самом тесте. Итак, запоминаем циферку 69, останавливаем 4Mark. Как сделать настройки? Я загружу уже готовый профиль, потому что настраивать приходится изменять значения и тестировать. Вы можете сравнить все эти значения, записать, нажать на паузу, записать себе значения и посмотреть, что я менял. В какую сторону я менял, где больше, где меньше. Значит, частоту видеоядра я сделал ниже, питание видеоядра я сделал ниже, память я разогнал и сделал питание ниже. Давайте посмотрим, что при этом теперь нам покажет 4Mark при такой оптимизации нашей видеокарты. Итак, мы видим, что FPS у нас, среднее значение у нас 73, минимальное значение 73, а было 69. Итого 4 FPS в формарке мы получили. В игре это будет где-то равняется 10-15 FPS прирост. После вот такой оптимизации видеокарта стала меньше греться, стала чуть меньше потреблять, стала работать гораздо стабильнее и качественнее. Вот все, что я хотел, в принципе, показать. Но имейте в виду, ребята, все, что вы будете делать, вы еще раз напоминаю, делайте на свой страх и риск. Каждая видеокарта гонится индивидуально, у каждой видеокарты свои значения, свои параметры. Поэтому брать как шаблон мои значения не следует. Нужно выяснять, какие значения у вас. И потихонечку, медленно убирать эти значения, тестировать с помощью формарка и смотреть на стабильность вашей видеокарты. Надеюсь, в данном виде кому-то поможет, кто-то оптимизирует и получит, так как я прирост. Кто-то получит, а кто-то не получит. Кто-то может испортить, кто-то не испортит. Собственно говоря, все делайте на свой страх и риск. На этом у меня все. Желаю всем удачной оптимизации. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok